Всем привет! Вы на канале Бурмикс и с вами естественно дядь Миша. Меня попросили приготовить замечательный какой-нибудь рецепт с морепродуктами. Я решил, что это должно быть просто и очень-очень вкусно. Потому готовим сегодня такой экспресс быстрый рецепт кальмаров тушеных в сметане. Это очень быстро. И еще у меня оказывается есть несколько подписчиков очень молодых юных поварят. И для вас я покажу как правильно готовить рис, чтобы он не прилипал к дну кастрюли и был вкусным. И дам несколько напутствующих советов. Приступаем к приготовлению риса. Берем кастрюльку, включаем плиту и насыпаем у меня вот такая кружка 300 миллилитров. Засыпаем сюда рис. Наливаем в эту же кружку горячую воду. То есть при варке риса какой главный принцип? На одну часть риса две части воды. То есть на 300 миллилитров, считаем в объемах не граммы, на 300 миллилитров риса 600 миллилитров воды. Теперь варим на сильном огне. Я всегда сразу подсаливаю. То есть на такую вот кастрюльку чайная ложка соли с горкой. Расскажу еще про маленький секрет. Если вы варите суп и вдруг вот случайно пересолили, вы можете взять, знаете, сейчас продаются такие вот пакетики риса порционные. Опустить в суп, проварить как написано на пакетике и у вас получится рис и нормальной соли суп. Так что кто страдает пересаливанием, берите на заметку. Как только у нас вода исчезла, убираем на самый минимальный огонь. Добавляем масло, грамм 30 наверно. Накрываем крышкой и ждем, когда вода вся исчезнет. Как можно определить? Во-первых, по звуку. Вот сейчас слышите, как вода булькает. Как только она перестает булькать, все готово. Итак, слышите? Вот прошло примерно 10 минут, уже слышно, что не вода там булькает, а такое сухое потрескивание. Значит, у нас рис готов. Выключаем. Готовьте по такому рецепту и у вас никогда рис не подгорит. Видите, ничто к дну не прилипает. Убираем и переходим непосредственно к приготовлению кальмаров. Нам потребуется, естественно, кальмары 1 килограмм, 2 большие луковицы. Как видите, у меня одна большая, 2 маленьких. Одна морковка, полторы столовые ложки муки, 300 миллиграмм сметаны, укроп петрушка, черный перец и соль. Вначале подготовим все наши ингредиенты. Нарезаем лук полукольцами. На крупной терке натираем морковь. Мелко зарубаем укроп петрушку. Кальмары нарезаем кольцами. Переходим к плите. Берем глубокую сковороду. Включаем на сильный огонь. Добавляем сливочное масло. Никаких оливковых, никаких растительных масел. Если вам очень нравится, то можете. Если мы хотим вкус получить сливочный, приятный, нежный, лучше использовать сливочное масло. Масло растопилось и прогрелось. Закладываем лук. Обжариваем примерно минутки-две до прозрачности. Лук обжарился. Добавляем морковку. Перемешиваем и обжариваем примерно две минутки еще, чтобы морковка чуть-чуть размягчилась. Теперь закладываем муку, подсаливаем, перчим. Добавляем кальмары и сметану. Я добавил 400 миллилитров в полную баночку, потому что соус будет просто обалденный. Перемешали. Убавили на малый огонь. Накрыли крышкой и томим 7-10 минут. Интересная особенность кальмаров. Если вы просто обжариваете кальмары, то их обжаривать надо примерно три минуты. Максимум пять. Если вы передержите, они у вас будут резиновые. Но если вы их готовите в сметанном соусе, то можете выдерживать до 15 минут и они не будут резиновыми. Вот такая интересная особенность. Не знаю почему, может это связано с молочной кислотой. Вот как-то так. Но все равно передерживать и переваривать их смысла я не вижу. Потому ждем 7 минут и через 7 минут у нас все будет готово. Прошло пять минут. Перемешиваем. Вот видите, соус какой. Вот он не жидкий, не густой. Плюс, если он немножко постоит, он еще больше загустеет. Кальмары уже готовы. Теперь нам осталось сделать красиво. Во-первых, попробовать на вкус. Нет, ничего больше не надо. Добавить укропчик, перемешать, выключить плиту, подготовить презентацию и пробовать. Ну как вы видите, все это очень красиво. Но вкусно ли это? Задаю я риторический вопрос. Я знаю, что вкусно. Но для вас я попробую. Ну что ж, это очень и очень вкусно. Это нежнейшие кальмары. Бархатный, прекрасный сливочный соус, который подчеркивает вкус кальмара. Готовится очень быстро. Готовьте с удовольствием и подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. И тогда вы не пропустите следующие выпуски. Пока!